о здорово привет а я знаю кто же откуда а я тебя на ю тубе видел мы не с твоим братом общались здесь нет 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 тому как это блин один в один комната и общался с комната штора даже это это хромакей и потолок и этот же не надо ля-ля я стоим браку тебе в ухо ебаный ты мразь ой просидит за сути здравствуйте привет как дела нормально потихоньку как у вас тоже хорошо все нормально все потихоньку я так понимаю это какая это бы толпка в которой вы что-то охраняете ну ты правильно понимаешь да я именно то что ты сказал чё там в это время пока там что-то воруют и сидишь здесь со мной разговариваешь ну выешь мне скучно а те не будет потом сильно не скучно когда тебя начнут начальство на ковер вызывать и спрашивать где пропавших тогда в него пиздец если хоть не ядерные боеголовки там охраняют ну скажем так тоже военные объекты но не я и россия это все военный объект один ты можно как-то конкретнее но не выдавая конечно секретную тайну о том что ты охраняешь старые никому не нужные боеприпасы которые давно уже истек срок годности они у нас уже давно все истекшие срок годности заменили на новые которые будут истекать срок годности модернизация идет полным ходом не правда все в порядке черт побери я рад просто пьяный просто мужик охраняющий пьяный ну да белорусский белорусские учения если что я вообще-то белорус так ты подожди так хочу показывают россию чё какой же ты белорус ног и я ж белорус мышь россия так ты в россии белорус или в белоруссии белорус союзное союзное учение да иду но я понимаю ты находишься ты белоруссии находится или в россии и сейчас HORSE и сейчас ну такая учение с белоруссии учения был уже эти там я не могу нахожусь в россии что там же там же подожди вас какие-то учения я так понимаю с вымышленным противником да мне не шумку как с плохим противник мне это же условный противник правильно так как так получается условного противника нет потеря вас уже три самолета но два самолета один вертолет еще вертолет отстрелялся больше больше ты чё подводная лодка еще нет ты не видел как вертолет шмальнул по своим шмальнул по своим вертолет и утонула одна подводная вот не одержь беларуси моря там белорусское море и утонула секретная информация я понял нет и мне лучше про вертолет рассказал это я понимаю вертолет а я думаю что он стрелял и до этого просто там не знаю я просто не знаю ничего если честно я тебя в запись из в интернете интернет же есть у тебя рубля вот мне больше делать нехуя вместо того чтобы сидеть рулетки блять его хуярить я буду сейчас в интернете сидеть и искать блять хуйню про про какой-то вертолет блять мало ли вертолетов летает на не ну это же ваш российский вертолет слушай так он может сейчас прилетит этот вертолет по твоей будке шарах нет что люди гибнут постоянно вообще блять нескончаемо согласен россии кто их там считает бабу еще на рожаю вообще везде везде только только в россии я говорю у вас вертолет своих расстрелял даришь да похеру главное пивас нет просто у меня главное пиво пил такой пивас я вообще не пью пиво честно но ты это хороший пивас это реально белорусский пивас так слушай как ты относишься к тому что россия решила захватить беларусь ну как обычно чем как похеру главное пивас да вот так ну россия вообще-то я думаю вряд ли собиралась захочать захватить беларусь то есть это случайно получилось так и с крымом да а то у меня и уже язык давай еще засохнешь не дай себе засохнуть клинское пиво не дайся засохнуть помню такую рекламу хорошо было время черту бери а что там хорошего а тогда не было санкции на россии зарплата не было в два раза меньше нет тогда я был молодой хуй стоял да хуй стоял да а теперь только будка стоит ну ты меня унижаешь наш черт взряду делаешь а чем я тебя унижаю ну тем что предполагаю что у меня сейчас хуй не стоит хотя бы только не надо показывать что он сейчас у тебя встал на меня эти прошу ну знаю свершилось чудо наконец-то нет я и я не сидят сейчас покажу как это сделали уже не получится рассказать что сейчас у нас не на белару от и откуда украина никто такая не пойму как тогда нет никто пускают в европу а вас не пускают ну дыхать вас и пускают в европу можно вас пускать не в руку нет как туристы представляешь мы как туристы ползали есть их никто не зовут вас никак а вас как зовут оккупант нас если пустить в европу то европа ужаснется ужаснется там да не не значит как вот произойдет эротический оргазм если нас пустить а вас вас можно пускать не пока это у вас когда вы увидите впервые в жизни нормальный полянов лямов осталось но 30-20 лямов осталось человек то вообще всего короче вы выничтожен а сколько белорусов осталось откуда знаю ну ты ж белорус и я пошутил нет я русский подожди ты русский а глаз узкий что русские а глаз у тебя узкий ну ну ты монголоид вообще посмотри на себя серьезно те разрез глаз характерный ну усики как у монголоида такие вот если чуть еще усики вообще такого слова не существует монгол монголоид это внешний вид монголоид нет ну ладно хорошо предположим это как ты стал русский на каком этапе не знаю на этапе разговора с тобой то есть это еще сейчас поменяешь окажется что ты никакой не русский ты монгольский и сидишь ты где-то на границе с этой с монголией чувак мне реально пофиг ну русский ну ну не русский ну баба башкирский татарский вот мне отлично пофиг когда тебя делали была офигенная вечеринка и там хрен разберется даже белорусов зажигали там национальность не имеет значения а что имеет значение не знаю то что ну не знаю может быть там достоинство честь ну то есть ты считаешь что ты обладаешь этими всеми качествами умом ну что достоинством и честью да действительно возможно так и я не тебе ум дал возможность понять что оккупировать украину это хорошо или честь или не дай бог достоинство это другое и третье вот такая честь и достоинство пизда твои украине да нет пока что слава богу сдерживаем оккупанты я же тебе говорю три самолета уже упала у вас держишь не здесь все будет в порядке так как как вы дойдете опять за два дня или чем все это идем и тебя и тебя в задницу трахнем а все вот это гамося у тебя ну что ты будешь делать ну просто нравится нам задницу трахать каких-нибудь там вот таких вот как ты борода ты не я стал что вы именно вы ревнуете нас и за то что мы поехали к европейцам они к вам у вас на нас были планы да у нас на вас были планы а потому же твое лицо если вот так его повернуть если голову отрезать то будет как вагина и в принципе это не будет извращением если мы будем трахать тебя в отрубленную голову как уже было вот у тебя такой да ну я считаю что можно попробовать нет пока еще не было ну попробовать можно ты будешь на моей первой отрубленной ты уже где-то воевал приходилось или ты так диванный воин в основном диван диван что конечно не они и чё и не служил что ли не вообще не служил ни разу ну как это может быть в россии несколько можно мешки сказал что я отрежу тебе головы поверну его так не это я уже понял так ты заказал армию или как или умственно отсталых не берутся они берут же это и главное качество для российского я просто я не хочу говорить что я не хочу об этом говорить о чем об армии а тебя приходилось чечне воевать что я понял не скучно у вас там так то семьи у тебя нет я так понимаю и семьи нет а чё так ну не знаю но с мужчинами нас семьи как-то сложно состоят россии нету гомосексуалистов что чем-то часах нету все гомосексуалисты еще все вся россия состоит из гомосексуалистов и путин тоже и путин блять путин я думал он хуйло и к нам заходит постоянно мы в москве ты же говорил что ты где-то рядом с беларусью и дает беларусь и москва ну и там все 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 гей всем гей прайдом такая тата путин с медведевым они как любовь нахрен просто так они нет они просто так но вообще путин очень любит козырева это кто-то бедный дипломат ты что красивый так себе на не на твой вкус да надо вот медведи вот на мой такой я опять же говорю когда вот это если голову отрубить вот так повернуть вообще пиздец вагина вообще люблю бородатых просто бородатых люблю блин зря я сегодня побрился надо было оставить если так но фигня в том что ты потом живым не останешься когда потом ну после секса так не ну ты же что сначала с голову а потом секс ну надо ее отрубить и повернута я же так уже же до секса не останусь ну в принципе да и дай и путаешь причинно-следственную связь черт увери ты действительно праву ты тела логика вот вот логика в твоем случае не страдают заметь до лайк за логику я считаю что мы скоро придем к вам на украину и всю вашу логику всю вашу логику и на бак да и на бок а когда это будет можно как-то временные рамки а это все учения сейчас ты в курсе что они сейчас закончились уже не вроде еще продолжается раз боевые потери идут значит еще продолжаются вот сейчас начнутся уже не боевые потери исключительно на бок голову я понял так с каких направлений будут чтобы хоть приготовились с какой страны все со стороны жопы ну значит со стороны жопы малыш все будет порядке я на это и надеюсь я думаю чего же то порошенко поехал сегодня к трампу встречались с какой стороны убежал от чего приехал этот саакашвили не знаю наш президент сейчас трампом встречается как раз по вашему вопросу у вас сейчас президент саакашвили приехал отвечать за всю хуйню у него порошенко у него до сих пор еще там у нас есть и заводики нормально наш черный не так он на вас зарабатывает бабло я дает деньги в армию это шикарно какую вы сами оплачиваете те снаряды которые будут вас лететь налоги платит нам налогов это 3 копейки налоги это ваша ваш все спасибо только у нас но ладно в любом случае ты не в курсе ты сейчас киеве полтаве полтаве бляху блюгу узнаете вам киеве нормально все там тоже шею полтаве иначе информационная война на самом деле все плохо думаешь нет уже киева да нет уже не киева ты полтава тоже нет 1 сидишь там видишь меня не дождешься хотел еще напоследок спросить сколько эти зарплаты час ну рублей 20-30 сто сто пятьдесят не ну если серьезно серьезно ладно 250 сейчас нам мало платят фсб это сейчас в час какой час ты что я так понимаю ты же почасово берешь со своих клиентов в месяц месяц ладно вижу тебя мозг совсем отключился поэтому даже нет смысла общаться с того 1 1 1 я делаю а скажи у тебя зарплата у меня с госдепа ну вот смотри вот сразу начинаю с госдепа может у меня всего их ладно все давай ты уже начал посмотри на себя и на свою энтурашную плана у тебя сколько какой этот ну на жена у нас в долларах платья ты все равно не сможешь посчитать ну скажи ну скажи 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 ладно все давай передавать зрителям привет передавай зрителям привет и пока я говорю передавать зрителям привет и пока пожалуйста скажи пожалуйста скажи пожалуйста ну чё чё ты блин сразу то насколько платят зарплату блять скажи а ты будешь передавать привет зрителям да каким зрителям блин скажи сколько зарплат зрителям моего канала 20 тысяч человек тебя смотрят твоей мамы и твоего твоей тети тети тамары тетя тамара здравствуй все порядке я я я смотрю на него он псих давай скажи сколько зарплата у тебя чего там у тебя зарплата мама мама твоя тоже вполне сегодня ничего ну не такая сексуальная как обычно но осталась еще женщины ну как там женщины все-таки возраст берет свое особенно то что на вот продолжать чё привет ты будешь передавать или не что передал молодец теле пузиком был так и остался просил у папы чтобы их показали за счет папы идиотах ромасома пропали до сидели и проводит людей как они относят политики по русски говори какой умный нашел русский уст русский язык учи где камера твоя и материя у тебя проблему будет я вижу тебя проблем и что ты прячешься с циклами на тебя будет проблема конечно ты ты жопу разовариваешь там покажи с циклом ты мать мужчина вообще угрожаешь даже не показался показе отмотать чувство было конечно а то же вылетище всего конечно вылетишь до русские учи языки ты мотивировал ты не мужчина вообще блин ты позоришься и популян стал везде надо понравишься тебе ты завидуешь известность короче давай скажем где камера где гулялась циклоты на гордость российской армии ничего себе курсанты как там учения что не могу нет нет от кого добиться что там происходит белоруссии пацаны мне лучше какие тихо спокойно учения проходят вы будто бы не в курсе ли вам не докладывают вообще а чем вы интересуетесь учебу учебу но надо надо хотя бы чуть-чуть интересоваться вы же учебу закончили потом у вас куда-то отправят вы должны как бы знать в какой земле вы лежать будете честно на какой-то гражданский помечтай помечтай какую-то гражданскую службу началась реформа уже началась реформа чего вы прокуроры что ли так вы так подождите что прокуроров учету так как вас в закрытом помещении море военную военная прокуратура я знал у вас же нету знаков отличия есть они они же где-то внутри аж насквозь не вижу ты им ничего себе так вы будете судить военных преступников да ну да как вы мне как раз нужны слушайте вот военные есть один преступник короче он еще президент страны 1 вы сможете его судить но то я вам намекнул короче страна она оккупировала территорию другой страны это уже и на той части этой страны развязала еще войну вот если преступник это по вашей части или нет конечно то наш смотрите а там я даже вам все доказательства могу скинуть если что то есть смотрите вот территория присоединена с нарушением международного законодательства законодательства страны той в которой он президентом вообще там все совпадает все по вашей части если честно что такое референдум это свободное боевле более изъявления граждан не под стволами зеленых человечка вот так прямо написано в законе . как вы выражаетесь пришли туда с волей изъявлением народу да вот блин прикольно вот прямо вот такие сидели сидели жители того полуострое такие блин вот пришли бы к нам неизвестно кто с автоматами неизвестно откуда во поубивали наших тех кто у нас есть там военные кончилось блять прокуратура мудло блять подрастающие это чтобы блин знали вот я вот этот маленький кусочек выложу вот это подрастают те кто сменят потом вот этих вот дебилов это видите все грамотно все четенько все они знают кто у них там военные преступники главное что знают про кого речь и это лайк